Все помнят скандальную историю, как Сенара победила с несуществующим трамваем от Шкоды. А раз помните это, то тем более должны помнить, как Сенара, после того, как им по голове настучали, резко переобулась в воздухе и переиграла с Шкоды на поделке УВЗ. От последнего воспламенились задние части тела просто у всех. От самых запылившихся транспортных фанатов до, судя по всему, кого-то из Департамента транспорта Москвы. Потому как явно кто-то напомнил Сенаре о том, что в Москве вагоны УТМ под негласным запретом. И Сенара переиграла все снова, назначив производителем Усть-Котавский вагоностроительный завод, у которого как раз подоспел вагон 71-628, как раз удовлетворяющий условиям московского технического задания. Итак, 15 января сеть облетели фотографии нового детища УКВЗ. Выкрашенный в сине-черную ливрею вагон застали на обкатке по зводской испытательной линии. Что же можно сказать о новом вагоне? Не так уж и многое. Вагон является дальнейшим развитием 623-й модели, которую переделали из коротопола в низкопольник. Остальная часть кузова не изменилась. Не считая того, что немного опустили линию окон, изменили часть лицевых панелей маски. Откровенно колхозные крышевые кожухи остались на месте. Хотя на обновленной модели эту проблему могли бы уж и решить. С вагона 71633 на новый вагон перекочевали немецкие тележки с внешним редуктором. Благодаря чему в салоне будет максимально широкий проход между подиумами в районе тележек. Фотографий салона пока нет. Поэтому тут ничего сказать нельзя. Но не считая того, что пообещали новый салон. Всего в течение ближайших двух лет в Москву должны прибыть 90 вагонов этой модели. Вероятно это шанс для УКВЗ реабилитироваться в глазах московского Дептранса и посоперничать с ПКТС в Москве.